Алексей Поляков и Илья Савельев рады приветствовать вас в пятничном ослепительном шоу Профилактика Лайт 18 часов 6 минут в столице, это Профилактика Лайт, Алексей Поляков, Илья Савельев Пятница, 25 октября, да? Да, да Все верно, друзья Спасибо за интерактив, спасибо за откровение На сайте профилактика.тв Можно посмотреть все смски, которые приходили без премодерации И спасибо, что подкидываетесь на провокации Вот нам Юля П в твиттер прислала Нет, нет, она написала, что А у меня тоже грудь большая, четвертого размера, тоже раздражая И фоточка Так, это интересно, это интересно, друзья Это мы приветствуем Ну что, переходим к самому главному и интересному в пятницу А мы Ксюшу будем выкладывать в инстаграм? Будем, сейчас вот интернет появится и минутка, и выложим Нет, я просто, ну, чтобы проанонсировать Девушка, которая обещала нам прислать свою подкачанную часть тела В твиттер, или куда-то, чтобы мы ее выложили в инстаграм Пока, ну, она пока не прислала, мы ждем Вот, и если вы как бы смелая, настоящая женщина Если это были не пустые слова на смс-портале Да, если у вас там по-настоящему орех Настоящий, то вы пришлете А пока мы выложим Ксюшину попну А теперь Шрек Ильич Гоголь Шрек Ильич Гоголь 728-7171, код Москвы 495 Также в нашем твиттере По хэштегу Шрек Ильич Гоголь Тоже идет розыгрыш Для того, чтобы в нем победить, нужно прислать первым Написать первым максимальное количество Правильных ответов Ну что, Илья, Анатолий Ты Анатолию передал В прошлый раз, в позапрошлый раз Ганди Кап проиграв Анатолий ответил тебе тем же, поэтому тебе Начинать с победителем твиттера прошлой недели Алло Алло Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Марина Марина, вы в твиттере победили, точно? Да Сложно это было сделать для вас? Ну, мы тут с мужем дрались уже из-за вашей футболки Поэтому было делом принципа просто выиграть А простите, у вас теперь две футболки на семью? Да, да, у нас теперь целая команда Вы полноценная семья? Да Доступная футболка молодой семьи Подождите, а прошлая футболка большого размера? Да, 2XL 2XL Ну, тогда нам нужно, я так понимаю, маленькую готовить, если что? Ну да На вас же будет, да, Ана? Ну да Ну да Ну все, Мариночка, тогда поехали! Так, это модельер, парфюмер, американский дизайнер, как машина американская, самая известная, самая первая машина в мире, как называется? Ford Форд А за Джерри кто бегал, кот? Том Том Форд, все правильно Аааа, да Да, как-то самое, боже мой, ехал в Африку лечить, и горилла, и... Айболит. Да, вылетел из головы и начало этого произведения. Бессменный руководитель ФБР в Америке. Еще при Кеннеди был, мы вот на этой неделе говорили, и за 30 лет до него держал. Это вообще он создал эту структуру ФБР. Какой-нибудь американец? Молодец! Близко. Это гениально. Хорошо. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Большой был в стране лилипутов. Кто? Гулливер. Вот серединочку выкиньте оттуда. Получается что? Губер. Губер! А зовут как? Поздно. Поздно-поздно. Запомните фамилию. Запомните фамилию Губер. Марин, спасибо большое. Ничего, неплохо. Неплохо. Я думаю, что... Неплохо, это сейчас вы увидите как. А, да, на 5-5-3-3. В начале слова «Маяк» присылайте. Варианты фантов, которые проигравший ведущий будет в понедельник исполнять. Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Сергей, вы откуда? Из Москвы. Из Москвы. Ну, давайте же дальше рассказывайте. Водитель. Водитель. В Москвич коренной? Коренной москвич. Все, редкость такое бывает. А вы что водите, Сергей? Автомобиль. Да ну. Да. Вот это неожиданно. Это вы удивили. Нет, у нас сегодня гениальные люди звонят. Ниссан Альмера. Ниссан Альмера. А, то есть у вас такой частный извоз? Таксист? Не-не-не, я в одном из центральных банков. А-а-а. У нас вообще единственный центральный банк. Центральный банк. Ну вот он и есть, да. Инстаграм есть у вас? Найдем. Заводите инстаграм, там сейчас очень интересная фотография начинает появляться. А-а-а. Сергей, вы интеллектуал? Хватает времени после работы прикоснуться к умному и интересному? Да, клуб кинопутешественников мы любим. Клуб кинопутешественников. Неплохо. Слушайте, а вы на Альмере деньги перевозите? Денежные мешки, наверное, в человеческих телах. А, понятно. Ладно, мы поняли. А то это было бы хитро. А-а-а, Сереж, готовы? Да. Поехали. Самый известный американский фокусник. Додо. Додо. Зовут как Поттера? Гудини. А как зовут? Гарри, Гарри. Да. А-а-а, возлюбленная Квазимода в Нотр-Дам-де-Пари. Бель. Цыган, цыган. Да, все верно. Умный. Так, 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 так. А-а-а, наш, по-моему, у него логотип у его партии. Газету он выпускал такую. Лимонко, Лимонов. А-а-а, как зовут? Эдуард. Все верно. А-а-а, блогер популярный, его избили на этой неделе. Что с дуба падает вниз по осени? Желудь. А-а, такой же желудь какой-то там. Да-да-да, зовут? Как Абрамовича, как Абрамовича зовут. А, Рома, Рома Желудь. Все верно. А-а-а, вот этот самый грузинский начальник спецслужб, который с нашей оппозиции переговоры вел. Это называется подкуп. Переговоры он был. П-п-п-п, купите. На С, наверное, фамилия. Нет, не наценим. Слушайте, ну нормально. Мы прям рванули. Сереж, спасибо большое. И Рома Желудь тебе, пожалуйста. И Эдуард Лимонов. И Гарри Гудини с Смиральдой. Пожалуйста, Илья. Алло. 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 Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр. Откуда дозвонились? В Санкт-Петербург. Александр, а в Твиттере не пытались играть? Слушайте, даже ни разу не видел, не был в Твиттере. Не были ни разу в Твиттере? Ходите в Твиттер, у нас тут здорово. Не надо, не надо приходить в Твиттер. А, нет, не приходите, у нас тут не здорово. Нет, я как-то принципиально вот в Твиттер не хожу. Молодец, Саш, я вас уважаю, прям жму вам... А есть какие-то более базовые принципы в вашей жизни? Есть, наверное, есть. Вы аналоговый человек, вы, наверное, книги читаете в бумажном виде? Нет, нет электронной книги. Я аналогово-цифровой. Аналогово-цифровой. Переходной вот этот вот самый. Может вы социофоб какой-нибудь? Нет. Нет, друзья есть. Конечно. И все аналогово-цифровой. Бодрый голос. Человек доволен жизнью. Конечно, есть. Ну ладно, Саш, я просто намекаю на то, что в Твиттере сейчас тоже идет битва. По хэштегу Шрек Ильич Гоголь. Вот Марина уже дозвонилась. А это является наградой за победу в Твиттере. Помимо Майки, само собой. Кто даст больше первых ответов, первым, тот получит все эти явства и излишества. Саш, поехали. Поехали. Так, я все время забываю это сказать. Боже мой, что это такое? Помните, как называлась украинская фабрика конфет, которую Нищенко запретил? Хорошо, как по-английски будет Россия? Раша. Вот, Роша, скажите. Рошен. Не, не, про фабрику забудьте, потому что я не знал, с чего начать. Роша, Раша, вы сказали. Я потому что не знаю, здесь набор букв какой-то написано. Потом итальянская приставка вот к именам, к итальянским или к испанским. Как они обычно говорят? Как нота есть? Си? Си. Потом дальше идет что? Соль. Нет. До, ре, ми, фа. Си. Ля. Во, ля, молодец. Ля. Значит, Ро, Ша. Ля, Ро, Ше. Ля, Ро, Ше это хорошо, но там еще до этого идет. Вот первая нота какая? До. До. А она на самом деле не до. Она на самом деле вот по-другому здесь написана. Кто это написал, набор букв чертовы подставки? Не я, не я, не я. Да это небось от Толи осталось, мне кажется. Может быть, кстати. Это вот то, что Толя эрудирует на друзей на своих. Саша, спасибо вам большое. Дозванивайте, как-нибудь сыграем, будет нам интересно. Если не на Толя, на слово нападем. Или Даша. Даша тоже любит тантануться, сделать вид, что все знает. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Как звать вас? Виктор меня зовут. Москва. Виктор Москва. Что делаете в Москве? Ну, работаю, а сейчас вот просто встаю потихонечку еду. А чем занимаетесь? В библиотеке в какой-нибудь? Нет, нет, в банке работаю. В банке? Ой, у нас тут ваш водитель звонил только что. Какая прелесть. Слушайте, а можно я остановлю вас? Можно. Я, Заша, залез в Википедию и понял, что там неправильно написано слово и имя этого человека. Мне кажется, там двойное произношение и написание. Ну, потому что на английском это можно и так, и так прочитать. Ладно. Виктор. Да. Можно быть нескромным. Вы интеллектуал? Ну, буду скромным, скажу, что начитан, но не могу себя причитывать к интеллектуалам. Не можете. А интеллектуал, по-вашему, это кто? Вот есть какой-то отличительный знак интеллектуала? Интеллектуал – это человек с богатым жизненным опытом, уже предавший много на своем веку. Ну, начитан при этом. И, собственно, вот как-то примерно так. Ладно, приняли. Готовы? Да. Поехали. Так. Известный наш современный актер с фамилией... Вот в «Бриллиантовой руке» играли два актера. Никулина второго как звали? Веронов. Евгений Миронов. Все верно. В сериале «Пепел» снимается еще дополнительно. О, господи! Жена Орландо Блума. Лицо марки Victoria's Secret. Это Толя написал точно. Нет. Так, подождите. Вот, смотри, есть известный комик. Джим. Керри. А вот первые четыре буквы возьмите. Керри. До «и» возьмите. Керри. Да, а зовут ее, как вот есть известный такой мессенджер был. Была ICQ, а была вот на букву, с которой известный фастфуд начинается. Мессенджер, господи. Вот такой известный был, кроме ICQ, да. Кого ж так звали, не могу. Летнее вот что есть в парках стоит? Что летнее? Летнее вот такое сооружение, куда можно зайти в тенечки посидеть. Ладно. А кто, вот кто, правда, я даже представляю, кто это написал на самом деле. Но тот, кто написал, мало того, что получит, еще попытается объяснить, а откуда простые люди должны знать такую информацию. Ладно, не сейчас, потом. Потом поговорим. После эфира. Чего сейчас-то? Жена Орландо Блум, лицо марки Victoria's Secret. Ну, конечно, 25 человек сразу же ответили. Это же интеллектуальная игра. Конечно. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Евгений, 34, на Лукузнецк, Москва, перепродаю. Играем. Готовы? Так, тогда играем. Готовы. Поехали. Так, солист Radiohead. Ох ты ж, ёл. Яблоко. Как называется город в американский? Apple. Нет, по-американски городу. Нью-Йорк. Нью-Йорк, 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 Нью-Йорк. Далее, что осталось? Йорк. Кто бегал за Джерри? Ха-ха-ха-ха. Том. Том Йорк, отлично. Молодец. Том Йорк. Так, кто Лермонтова убил на дуэли? Как звали человека? Эдмон Данте. Лермонтова. Он всех порешил, что великих российских писателей, как и поэтов. Как Валуева зовут? Николай. Николай, имя отгадали. Так, фамилию не знаете, да? Как, после апреля что идет? Отчество. После апреля не может идти отчество, это месяц. А, май. Апрель, май. А перед апрелем, извините. Март. Март, так неуверенно. Март, и это начало его фамилии. Март Эм. Нет, Март Эм. Нет, может быть не так сказать. Как вы сказали, видишь, ну как-то там по-русски заканчивался она. Что? Март. Нет, 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 не повезло. Ладно, Женя, спасибо. Мда. Алло. Алло. Как вас зовут? Данил, Москва. Данил, Москва. Чем, чем, чем ножи зарабатываете? Работаю. Да что ж вы сегодня, вот прям вот капитаны очевидности, за подполковниками очевидность прям звонят. Понятно, что работаете. Вы думаете, я хотел узнать, в тунеядец ли вы? Где, чем, что занимаете? Банковская сфера. И вы из бан... Да у меня сегодня прям джек-пот какой-то. Водитель, банковский служащий и еще один. Нет, нет, мой водитель еще вам не звонил. Да, вы так думаете, вы не на Альмерии ездите случайно? Нет. Подождите, а вы банковский служащий того уровня, который уже с водителем ездит? Нет еще. А, понятно. То есть он не звонил? Вы говорили, что не звонил еще. Ваш водитель еще не родился, понятно. Наверное. Данил, какую книгу последнюю читали? Какую книгу последнюю читал? Андерайтинг. Андерайтинг? Да. А кто написал с Е-произведения? Кто из великих мира сего? Райтер. Это, конечно, американская знаменитая ученая. Хорошо. Допустим. А про что она вот так в общих чертах? Как настраивать систему скоринга. Спасибо. Больше не буду вам задавать вопросы. Это художественная литература, правильно я понимаю? Почти. Ладно. Данил, готовы? Да. Поехали. Так, 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 так. Вот не ходите в Африку гулять. Почему? Кто там? Страстный и ужасный. Кто? Как персонаж зовут? Вайболит. Да, вот он самый. Вот так. А мне с ним прям везет. А кто написал Москва, Петушки? По-моему, сегодня день рождения, кстати, у него. Вот Петушки. Ну, конечно. Зовут, смотрите, зовут. Так же, как фамилия у главного редактора Эхо Москвы. У вас уже был вопрос неделю назад, не помню. Ну, подождите, ну Москва, Петушки, немедленно выпил. Вчера мы даже, по-моему, упоминали его имя. Вы за нами не стингографируете, что ли? Отличный слушатель. Ну? Нет, нет, какие еще наводящие? Ну, а фамилию, вернее, имя... Да что я объясню... Как можно не знать? О, Лёг перешел на оскорбление, смотреть сам не может? Я не могу просто вспомнить ничего, что может нас тут натолкнуть. Кроме как через фамилию Алексея с Эхо Москвы. Так. Ну, так. Подожди, а сегодня, по-моему, день рождения же, да? Ну, где-то на этой неделе. На этой неделе точно, насчет точного числа я не знаю. Алло. Да, сегодня. Алло, алло. Алло, алло. Здравствуйте, как вас зовут? Марина. Первая дева? Нет, вторая. У меня вторая, причем Марину тоже. Ага. Мариночка, откуда вы? Да, Ростов-на-Дону. С Ростова? Тепло там, хорошо у вас? Тепло, да. А твиттер есть у вас? Нет. Нет? Ну, не заводите, нечего плодить. А вот те, кто уже пользуется этим сием произведением адского искусства, там идет игра по хэштегу Шрек Ильич Гоголь. Кто отгадывает, получает всякие прелести в жизни. Майку и возможность поиграть первым в следующую пятницу. В инстаграме Леха сейчас грузит кое-что интересное. Тоже заходите, подписывайтесь на профилактику. Марина, готовы играть? Да. Взбодрились? Да. Так, бру-бру-бру, поехали! Так, что это? Жена Орланды Блум. Вы же женщина, вы должны знать. Модель, лицо Марковки Виктория Сигарет. Миранда Кер. Хрена себе, ой, извините. Говорят, что бывшие уже пишут. Так, это актер, итальянский. Если я сейчас не путаю, он снимался у Феллини очень много. Настроэк? Кто? Настроэк? Да, звали-то как его? Ну, вы правильно сказали. Да, молодец, слушайте. Удобно. Так, какой-то педагог. Зовут его... Сейчас, 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 сейчас. Есть пистолет такой. Пистолет, есть ТТ. Макаренко? Макаренко, а зовут как Макаренко? Не знаю. Я не помню никого с этим именем почему-то. Как это? Очень простое. А я не помню, не знаю, кроме своего друга, у которого кличка Кабан. Я не знаю никого с этим именем. Но Макаренко вы отгадали, спасибо большое. За Миранду Кер я просто стою перед наколенем. Почему-то очень много смс по поводу того, что вопрос не актуален, потому что сегодня объявили, что Блум развелся с женой. О, боже мой! Кто такой Блум? Это муж, а вот Миранда Кер. Так его и загадаем в следующий раз. Из-за марчелла Мастрояне просто прям поцелуем вам воздушно в Ростов. 5533 в начале маяк, присылайте варианты фанта. Ну и мне нужен Светочмысли, эрудит из эрудитов. Конечно, Кер-то вытащили от этого. Алло! Как вас звать, эрудит? Владислав. Владислав. Ростов Ладоно, 29 лет. Владислав, только что звонила девушка из Ростова. Да, слышал. Да, слышал. Владислав. Владислав, вы отгадали все имена, которые ваша коллега по городу отгадывала сейчас? Нет, нет. Тоже, небось, Миранду Кер не знали? Нет. Ну и кто же ее знает, кроме Орланды Блума. Владислав, чем занимаетесь? Оптовая торговля. Оптовая торговля чем? Теплоизоляцией. Теплоизоляцией. Полезное дело. Что сказать еще тут, не знаю. Готовы? Да, готов. Ну давайте прям вот, чтобы, ну, штук пять вот. Попробую. Поехали. Так, 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 так. А вот тот самый педагог, которого только что последним Илья объяснял. Макаренко. А зовут? Как Чехова. Да. Антон. Правильно. Слушай, у меня вылетело он из головы. Так, в сериале «Пепел» тоже снимается, снимался в сериале, в фильме «Путь». Где он еще снимался? Па-па-па-па-пам. Зовут как Путина? Жжу, все на первых. Владимир. Владимир. Фамилия? Как Распутину зовут? Путина? Владимир. Распутину, певицу. Распутину. 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 Забыл, забыл. Как вот «М» и «Три медведя»? Как девочку знали? Маша, Маша, Маша. Вот, и первые три, три буквы – это начало его фамилии. И «Три медведя». Владимир. Машин. Нет, первые три только, не надо все брать. А, Владимир Маш. Как? Маш. Ну и прибавьте еще три в конце, пожалуйста. Ну, Владислав, по-гей-богу-то, ну. Как вы сказали? Никак. Никак, Ваниска. Могли бы подыграть. А что, Владимир Маш – хорошая фамилия. Маш – это такое блюдо, по-моему. Это какие-то зерновые. Да. Маша и «Три медведя». Все правильно. Хорошая сказка. Владимир, Маша и «Три медведя». Алло. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Олег, Москва, 28. 28. А откуда в Москву приехали? Ниоткуда. Здесь был всегда. Что-то грустного. Здесь был всегда. А где родились? В каком районе? Ну, родился не в России. Значит, все-таки приехали в Москву? Ну, первые три года. А уже в москвичей себя записали. Все-таки приезжий. Ну, где жили-то всю жизнь? Жил в Москве первые три года. В Польше. В Москве. Ну, нормально. Олег, вы, главное, не стесняйтесь. Все хорошо. Здесь все свои. Здесь, вон, у всех есть свои какие-то вот, ну, то, что не стесняемся сказать. Вот Леха, например. Молчи. Молчи, я стесняюсь. Поехали. Боже мой, это голландский режиссер, художник, вот, у которого фамилия с отцом Иисуса созвучно. С кем? Отец Иисуса кто? Не стесняйтесь, я же говорю. Формально Святой Дух. Отец Иисуса. Ну, кто у нас на небесах живет? Бог. Кто? Бог. Вот. А это фамилия этого голландского художника, который всякие кровавые бяки рисовал. Она вот созвучно с Богом. Ну, прям... Любил он тематику конца света. Да. Апокалиптичный был, дядя. Апокалиптичный, дядя. Не, не надо повторять за Ильей, надо ответ назвать. А у него волосы рыжего цвета были? Нет, это не тот, про кого вы думаете. Тогда я не знаю, давайте другие ассоциации какие-нибудь. А, по-по-по-по-по, какие еще ассоциации? Не знаю, может, и рыжего, кстати. Олег, не получилось. Но тут надо либо знаешь, либо не знаешь, потому что там имя такое, что ты к нему не прикопаешь. Все, 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 новости, 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 убежали. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжается. Продолжается. И в Твиттере тоже. По хэштегу Ширекович Гоголь в одно слово. Это адрес битвы. А на 5533 мы продолжаем собирать фанты, которые проигравшие будут исполнять в эфире понедельника. Чем креативнее вы сейчас подумаете, тем веселее будет слушать понедельник, как Анатолий удивляется в очередной раз. Да, уже есть хорошие парочку. Ну, присылайте еще. Поборитесь с теми, с креативными. Алло. Алло. Здравствуйте. Вечер добрый. Как вас звать? Александр. Александр, вы откуда? С Ростова, на Дон. А что у нас вот то Москва, Ростов-на-Дон. Мне к нам сейчас сразу бывает. Какие-то привилегии для ваших регионов. Ну, наверное. Александр, вы на концерте Земфиры не были, кстати, случайно? Где не был? На концерте Земфиры, вот этом вот. Нет, ну читал так, Мальков. Читали? Ага. А что в городе говорят по этому поводу? Поэтому, в общем, в городе ничего не говорят. Там никто ничего не знает, кроме того, если в интернете никто не посмотрит. В общем, плевать всем на певицу. На рефиру вообще без разницы. Понятно. Саш, чем занимаетесь? Торгую. Вот, правильно. А чем? Чем-то полезным? Ну, да. Ага. Такая компания. Это официальное название компании было? Ну, да. Фактически, чтобы не рекламировать в прямом эфире. Ага. Ну, это продукты питания, что? Вода, туалетная бумага. Кисломолочная продукция. Кисломолочная продукция. Понятно. А, я понял, что вы за компанией вели в виду, когда... Ага. Дан? Да. Да. Понятно. Саш, готовы? Конечно. Ну, давайте попробуем. Вперед. Так, одна из Виагры, бывшая, по-моему, рыженькая, зовут как Каренину. Анна? Да. Федакова. Верно. Что значит, по-моему, рыженькая? Я не помню, как ее зовут. Ее должен каждый ребенок... Вот тот самый из... Это, как мы теперь узнали, солист группы Range Against the Machine. Ага. Приятный факт. Не то слово. Сейчас. Угу, угу, угу. Вот как конфеты называются известные, которые Анищенко запрещал? Анищенко это? Рашен. Да, вот первые четыре буквы возьмите. Рашен, ага. Даже вот последнюю... Вместо последней буквы первая буква алфавита. Ааа, Раша. Да. А вот эта вот французская вот многобуквия в середине. Аля, вот что называется. Ааа, Раша-ля? Да это Толя, блин, прочитал в Википедии и радуется. Да не, Толя мог знать, мы вспоминали эту группу. Спасибо, Александр. Не спасибо, Анатолий. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. И вам того же, а что ж такое с голосом? Не, ничего, это с голосом просто. А я просто жду футболку, когда вы мне подарили вместе свою обещанную. А что, не отдали до сих пор? Не отдали, даже не перезвонил. Это Даша и Ксюша, можете прям наругаться на них в прямом эфире. Давайте, поехали. Ааа, как что, Ксюша и... Даша. И Даша. Даша и Ксюша, немедленно верните футболку человеку. Вы очень строгий человек. Слушайте, человеку холодно, правда, отдайте футболку ему. Взяли, а верните, правда. Так, кто там на заднем плане у вас? Это жена, жена, да. Жена? Вы едете с работы на дачу? Куда? Не, мы на дачу уже, на дачу. Классно вам. А где у вас дача? Дача у нас под Дмитровым. Под Дмитровым. Ну, там прохладненько, наверное, сейчас, нет? Не, наркотичным. Да, шашлычки будете делать сейчас, да, на свежем воздухе? Да, да, да. Друзья придут к вам? Друзья придут к вам сегодня? Нет у нас друзей, не давите. Нет, друзья, они сидят, тоже едут все уже. А, все едут, да. Дети есть у вас? Да, дети есть. Я вам завидую, вот прям, вот, что скрывать. А камин есть или печка? Камин покупать. Не, у нас на электрической тяге, справа. На электрической тяге. Я слышу, жена там кричит, в баньке еще париться будете, да? Да, да. Ну, правильно, пусть уничтожает мужиков-то уж что. Может, жена будет играть, нет, или сами? Не, сами, сами. А можно на удачу поиграть? Не, ну вы так, не, вы коллективным, ладно, разумом, хорошо? Все, отлично, окей. Все, а еще раз, как вас зовут, я забыл, мне кажется, спросить. Денис, Денис. Денис. А жену? А жену Анастасия. Настя будет. Так и запишу, Настя. Анастасии долго писать. Поехали! Амбразуру с тобой он открыл. Александр Матросов. Молодец! Браво! Человек, который написал книгу. Хорошо, ладно, есть такая американская фирма Джинс. На церквях сверху звонит что? Что сверху? На церквях сверху что звонит? Колокол. Вот, а созвучная американская фирма Джинсовая такая есть. Белл, а, Кол... Кол, ну... Коллинз, Коллинз. Коллинз, это фамилия этого человека. Фил, Фил. Фил? Нет, не Фил. Есть ложка, а есть что? Вилка. А по-кавказски скажите вилка. Вилка. Молодец! Что? Уилки Коллинз, сказал человек. Уилки Коллинз. Уилки Коллинз. Москва петушки кто написал? Кто? Москва петушки кто написал? Вениамин... Как его? Ефремов. А, Ерофеев, Ерофеев. Молодец, а имя как? Иван? Вениамин? Иван? Нет, неправильно, не засчитывается. Надо таких людей сходу. Вениамин, Ерофеев это мощно. За матросову, кстати, респект. За матросову, конечно, респект. Мы тут проводили опросы, не все знают, чем знаменит этот солдат, герой. Да, и хорошо вам выходные провести. Алло. 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 Здравствуйте. Как вас звать? Анастасия. Анастасия. Анастасия, вы откуда? Подмосковье. А откуда точнее? Да вот с Денисом на даче сейчас. Ну, мы сейчас все в Подмосковье. Все понятно, ладно. Анастасия, вы вот сейчас, когда слушали начало Ширака Ильича, много ругались на тех, кто не мог дать элементарные ответы? Ну, бывает, конечно. Нет, бывает, понятно, у всех. Но часто или нет? Вы почти всех отгадываете или меньше половины, например? У меня с эстрадой плохо. Ну, с эстрадой, с нашей или с вообще? Вообще. Ну, вы Анну Седокову не угадали, то есть бы? Нет. Ладно, ничего страшного. Есть там имена и поинтереснее. Готовы? Да. Поехали. Так, президент американский убитый вчера был в ЖЗЛ. Вчера в ЖЗЛ убили человека? Анастасия, американский президент, которого застрелили в Далласе. Кеннадзе? Да, правильно, зовут как? Джон. Правильно. Что-то не уверенно. А дневник вот этой женщины фильм был. Дневник вот этой женщины снималась, не помню кто, забыл, вылетела из головы. Ну, женская комедия такая сопливая. Конечно, конечно, конечно. Альтернативную, ну, математик российский, советский, по-моему, у него в геометрии параллельные прямые пересекались. Что над бровями у человека, как часть тела называется? Лоб? Да. Лобачевский. Конечно. А зовут там или не надо? Нет там. А, собственно, вот этот тут не американский, грузинский глава спецслужб, который нашу оппозицию... Какого глава спецслужбы? Ну, будешь... Когда он тебе выпадет, объяснишь его вот через крокодила, хоть через дьявола. Я тебе помогаю, наоборот. Не надо мне помогать, я сам разберусь. Алло. Человек проигрующий. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Алексей Москва, 37. Алексей, слышали, как тут девчонки играют? Плачут, что-то они... Классно играют, супер. Классно играют. Я про тебя вообще-то. Илья, сейчас мы доиграем до конца, подведем итог. И как бы не плакать вам в этот момент? Ну, по крайней мере, я это делаю по-мужски. Я 5-3-3, в начале лаяк присылайте фанты. Алло. Фу, алло. Поехали. Плакать с гордо поднятой головой. А, так. Вот, из этого... Как его называется? Из Питера Пена. Его антипод. Враг. Капитан Крюк. Молодец. Ну, вообще, здесь написано, вот, боксеры что делают? Хук. Хук, да. Почему-то... Вообще, русский трансферный Крюк. Да, убийца Лермонтова. Зовут как Валуева. Мартына, Николай Мартынов. Молодец, какой умница. Так. Фу, ёлки-палки. Солист этого рейдж-агент за машин, чёртова. Нет? Следующий. Нет, напомните. Следующего нельзя. Ля Фер. Фу, Ля Фер. Графа звали как среди мушкетёров? Граф Деля Фер. Вот середину... Атос. Атос. Не, не, это понятно. Вот убрали граф и Фер. Убрали, осталось что в середине? И ещё. Деля. Молодец. Россия по-английски? Как будет? Раша. Раша. Получается, что? Деля Раша. Да. Деля Раша? Да. И Шнайдера как зовут? Руби. Нет. А, блин. Ещё. Из трёх букв. А, блин. Нет. Не получилось. Чуть-чуть совсем не получилось. Какая-то скотина своей кривой рукой написала эту... Спасибо большое, Лёш. Спасибо большое. Мы уже... Не плачь, Илье. Не плачь. На 75% пододвинулись. Я-то не плачу как раз. Я по-мужски играю. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Давайте радио потише сразу. Сделал. Сделали. Представляете? Сергей. Меня зовут Подольск. Сергей Подольск. Сергей. Да. Вот всех, кого мы загадывались, много ответили? Да. Много, да? А солиста Rage Against the Machine знаете? Нет, нет. Мне кажется, его никто не знает. Хотя нет, один человек знает. И он будет сразу после нас вести шоу из этой студии. Серёж. Да. Давайте прям штучки 4-5 вот как отгадаем-ка напоследок. Я попробую. Давай, погнали. Так, 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 так. Быстрее, пальцы кривые. Ковчег кто строил? Ной. Правильно. Снял Сталинград режиссёр Лысый с бородой. Бондарчук. Как зовут, правильно? Фёдор. Так, фамилия, как у первого космонавта нашего. Юрий Гагарин. Да. А зовут как Виардо? Полина или как её? Да, да, вот так же. Полина Гагарин? Гагарина. А кто это? По-моему, певица. Старик и море написал. Да не Старик, а Старик. Старик и море. Старик и море. Не помогайте. Армяне на Каспии. Ну как помогаете? Подожди, звали как неизвестного. Как Че Гевару. Как Че Гевару звали. Эрнест. Да, а фамилия? С буквы, которая самая... Неизвестный. Нет, писатели. Неизвестный, это понятно. Как писатели. Буква первая из матерного слова главного. У всех она своё. Эрнест. Эрнест? Ну уже поздняк метаться. Уже Илья не засчитает. Ну в принципе нормально было, Серёж. Нормально. А кто у нас начинал играть? Ты начинал играть. Ну тогда надо подводить итоги. Подводим итоги. Редактора в студии. Надо сломать руки Толи что ли? Зачем? За вот этого солиста Рэйча Гензи. У него рук не хватит за каждое неизвестное нам имя. Мы будем ему что-то ломать. Даже костей. Что за Уилки Коллинзе не сломали же руки? А за Сцепиона Нумантийского? Мы ему порвали кое-что. Дарья. Да. Прошу. В очередной раз побеждает Лёша. Та-та-та-та. У него 13 очков. А Лёша 8,5. Да потому что мне подсовывал специально. А за что 8,5? Потому что Коллинзе зовут не Вилька. Как сказал, слушайте. Уилька! И? Нет. Поэтому мы пол очка сняли. Ну в принципе могли бы и оставить. Знаете ли, а что Илья будет делать в понедельник? Как унижаться? Илья будет после каждой фразы Анатолия говорить. Оля, что за чушь? Это я могу без фанта делать. Вы нормальный фант придумаете. Это я буду делать ему только за то, что он написал этого Rage Against the Machine. Мы его там оставим, да? Будем разгадывать. Друзья, уважаемые слушатели, пожалуйста, выучите к следующей программе, как звали основателя и солиста группы Rage Against the Machine. Так, ну я свою маечку отдам, наверное, слушательнице из Ростова Марине, которая мне Миранду Хрен, ой, Кер отгадала, Мастрояне и Макаренко. Хороший набор. Да. Неплохой. А я отдам первому дозвонившемуся Сергею, который водитель, который на Альмере, который в главном банке. Да, умный попался, дядя. Быстро, умно, и, собственно, он-то и задал тон моей игры. Тон выходным задали Денис и Настя, которые мне дозвонились, которые вместе на датчике с шашлычками, с баней, с друзьями, с детьми проводят выходные. Много не пейте, а посвятите их, ну, как бы, чистому воздуху и здоровью. Да и остальные равняйтесь на Дениса с Настей. Они прям молодцы. Мы с вами прощаемся. Желаем хороших выходных. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»